Что можно назвать символом жизни? Этот вопрос нет правильного ответа. Однако для многих это деревья. Их важность трудно переоценить, а потому они требуют особого внимания. Накануне благотворительный фонд семьи и детям провел уже традиционную высадку сашинзов. В добром деле поучаствовала и команда телекомпании «Актиз». Последняя пятница сентября озарилась ярким и крайне важным событием. На территории около детской поликлиники появились новые обитатели – маленькие саженцы. Спустя годы они превратятся в высокие клёны, раскидистые дубы и прочие шедевры природы. Оживить осеннюю картину помог благотворительный фонд семьи и детям. Вот 10 лет назад нам сказали, что в Сибири дубы не растут, ну в Ангарске в частности. Ну мы взяли саженцы сантиметров 50, не больше, посадили. И вот что из этого получилось. Все вот эти дубы на территории поликлиники – это садили ребята из нашего приюта фонда всеми детям. Мы просто очень любим свой город и хотим, чтобы он был зелёный, чистый, добрый, приятный, комфортный. Такую акцию проводят уже более 10 лет. Со временем она набирает всё большую популярность. В этом году фонд семьи детям выиграл два гранта – от областного Министерства по молодёжной политике и Ангарской нефтехимической компании. Благодаря этому приобретено 150 саженцев. Рассадить их помогают добровольцы. Садим деревья уже не первый год. Это второй год на моей памяти. И вот этим, то, что садишь, как будто частичку себя оставляешь на будущее. Потом можно и детям похвастаться. Поддержать добрую инициативу вызвались около 70 ангарчан. Среди них медики, полицейские, общественники, школьники и воспитанники Центра помощи детям. Свою лепту внесла и наша телекомпания. Отныне у детской больницы растёт краснолистный клён Генала, высаженный сотрудниками Актиса. Между тем, благотворительный фонд семьи детям продолжает озеленять Ангарск. И 3 октября волонтёры высадят саженцы на территории Центральной медсанчастия номер 28. Артур Чальчиди, Олег Левченко, Андрей Иванов и Алла Коваленко. Местное время.